Hi everyone! Today is the 29th of September, and the topic of our lesson is the Internet. Итак, ребята, сегодня мы с вами начинаем новый раздел Daily Life and Shopping. Поседневная жизнь и покупки. Тема нашего сегодняшнего урока – Интернет. И задача на урок у нас с вами – I can talk about my daily life online. Я могу разговаривать о своей повседневной жизни онлайн. Итак, сегодня у вас задание номер один. В задании номер один вам необходимо записать все эти слова в тетрадочку. В тетрадочке обязательно записать число, тему урока. И далее вам необходимо прослушать аудио и дополнить эту таблицу. В первой половине таблицы у вас существительные даны, во второй – глаголы. Итак, например, e-mail. Что такое e-mail? Это ли электронное письмо? verbs – глаголы. E-mail. Также слово e-mail выступает в качестве глагола. То есть это «отправлять электронное письмо». Таким образом вам необходимо записать, прослушать аудио, записать сюда недостающие слова. Далее. Вам нужно записать перевод. Запишите только глаголы в перевод, как они переводятся. Здесь третий столбик сделайте. И этого будет достаточно. Далее. Следующее упражнение. После того, как вы сделаете первое задание. Можете, кстати, искать эти слова вот здесь вот, в этом опроснике. Он может вам помочь, если будет сложно с аудио услышать все эти слова. Далее. Задание номер четыре. Задание номер четыре. Вам ничего не нужно было делать. Сейчас мы его на уроке проработаем и вспомним правила образования Present Perfect. Помните, мы с вами уже проходили Present Perfect и если открыть таблицу наших шестнадцати времен, то вы там увидите, как образуется Present Perfect и что он обозначает. Present Perfect обозначает законченное действие какое-то. Например, вот у вас здесь номер I've created a web page. Я создал страницу. То есть я ее закончил. Это завершенное действие. Обратите внимание, что здесь сокращение идет глагола have. Present Perfect. Помните, образуется у нас с помощью глагола have. I have created. И третья форма глагола. I have created a web page. Или сокращенно I've created a web page. Далее. She's visited a chat room. Она посетила чат комнату там. Ну это. Далее. Следующее. They've used a webcam. Они использовали веб камеру. We haven't downloaded music. Мы не скачали музыку. He hasn't posted a message. Она не отправила сообщение. То есть обратите внимание, что все эти действия не закончены и имеют результат. Она не отправила сообщение. Дальше. Следующее. Вам необходимо выполнить по этому образу пятое задание. Пишите сразу же сокращенный вариант. Обратите внимание, что сокращенный вариант есть только для утвердительной формы. Для отрицательной формы сокращенную. Вот это будет сокращенное. I haven't. Итак. Write sentences using the present perfect affirmative and negative. Напишите предложение используя present perfect утвердительные и отрицательные предложения. Крестиком отмечены предложения, которое нужно сделать отрицательной. Галочкой, которую нужно сделать отрицательной. И пример читаем. Our teacher used the internet a lot today. Наш учитель использовал интернет много сегодня. Итак. We create a web page for our school. Здесь у вас галочка стоит на счет утвердительных предложений. И будет у вас как? We've. Добавляете have. We've created a web page for our school. И так далее. Далее. Шестое задание дополнительно для Камилы, Арны, Кирилла, Миланы. Итак. Для них это обязательно шестое задание. Вам нужно написать предложение о людях, которые вы знаете, используя present perfect. Ну, например, visit the USA, посетить Соединенные Штаты Америки. My dad has visited the USA. Мой папа посетил Соединенные Штаты Америки. Это факт. Это свершилось. Это законченное действие. Поэтому здесь будет present perfect. И составляете предложения про себя, про своих друзей, про своих родственников, родных. С помощью вот этих вот данных вам слов. Все. Good luck. Всем удачи. Жду ваших работ до 6 вечера. Вы мне присылаете фотографию тетрадочки, где заполнена полностью табличка. Написан перевод второго столбика. Дальше вы мне присылаете упражнение номер 5. И те, кого я назвал, упражнение номер 6. Все. Good luck. Всем удачи. Если кто-то потерял таблицу 16 времен, напишите в группе. Я вам ее скину. Удачи. Удачи.